друзья всем привет всем привет сегодня у нас пошел снегопад пришли на зеленый угол и начинается такой хороший снег буквально позавчера был лед сегодня на этот лед ляжет снег ну и вкратце о нас напоминаю что мы занимаемся проверкой автомобилей автоподбором автомобилей проверяем помогаем при покупке машин соответственно машины проверяем полностью то есть это будет достаточно для того чтобы человек сделал выбор при покупке автомобиля вот напоминаю контакты находятся под каждым видео в описании канала ребят поддерживайте нас всем спасибо всем огромное спасибо за подписку вот продолжайте в том же духе да но вот вкратце этот сканер уже такой боевой можно сказать вот у нас сканер естественно смотрим все системы автомобиля также можем калибровать обучать дроссельную заслонку то есть это брендовый сканер и он постоянно обновляется то есть это не подделка launch и постоянно все все автомобили которые он поддерживает это все обновляется то есть нету такого что там устарела версия программ всегда все новенькое в общем кому нужна помощь пишите звоните сейчас пойдем посмотрим цену на автомобиле ну и заодно просканируем попросили нас тут просканировать чудный автомобиль очень интересная с ним история вылезла куча ошибок вот сейчас посмотрим что с ним случилось так давайте начнем с данного автомобиля редкость на авторынке да не только на авторынке вообще на дроме в россии относительно новая модель первое поколение автомобиль выпускается 2015 года объем двигателей 07 литра три цилиндра мощность 52 лошадиные силы и у turbo веса 64 лошадиные силы объем топливного бака 30 литров расход как заявляет завод-изготовитель от трех с половиной до пяти с половиной литров трансмиссия только вариатор клиренсу автомобиля от 145 до 180 миллиметров тип привода передний и 4 воды давайте сейчас поподробнее рассмотрим данный автомобиль 15 год версия 4 воды стоимость пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей ярко насыщенный цвет честно фары смешные обратите внимание туманки они идут не полукругом как прямоугольные автомобиль маленький но довольно массивная решетка мы выделяется он такой квадратной какой-то прямоугольной формой литых дисков нет штамповки зимняя резина сбоку идут пластмассовые накладки такого плана поворотник повторитель ветровики бесключевой доступ ручка пластмассовые дополнительное зеркальце сзади спойлер после сзади вид такой смешной автомобиля если честно сзади как видите мост мне нравится что в данном автомобиле нет пластика сзади дверная карта комбинирована двухцветная довольно много места на втором ряду сидений со стороны водителя 4 стеклоподъемника релегировка зеркал складывание зеркал кнопка старт стоп эко идол спуск с горы в подстаканник дуики руль обычный пластиковый интересного плана такого сидушки переднее сиденье идет как бы диваном подлокотник бардачок климат-контроль мультимедиа обратите внимание на вот как аж выпирает интересно автомобили таких автомобилей очень мало под капот залазить не будем сегодня автомобилей тойота prius данные кузова 50 51 и 55 выпускается с 2015 года объем двигателей 18 литра объем топливного бака 43 литра расход топлива всего лишь около трех литра для такого полноценного седана клиренс 130 миллиметров привод передний и да они появились гибриды 4 в.д. двигатель четырехцилиндровый 18 мощность 98 лошадиных сил плюс батарея 53 киловатта а это 72 лошадиные силы согласитесь неплохо для такого полноценного седана силовая установка была полностью переработана представляете на сегодняшний день у него самый высокий кпд достигает он 40 процентов батарея никель-металл гибридное на более дорогих версиях батарейка устанавливается литий-ионная 2016 год стоимостью 1 миллион 200 тысяч как бы его немного почистили от снега штатное литье летняя резина приус довольно интересный автомобиль он очень популярный что самый первый кузова что двадцатки что тридцатки вот если честно вот эти кузова пока берут как-то по комплектации здесь вариация тоже большая хорошая прям багажное отделение в плане она объемная пластика тоже мало я вот честно я не люблю когда вот здесь пластик а а а а а кожа пластик пластик твердый знаете вот бывает такое что в кейкаре сзади места больше кармашки с двух сторон да забыл сказать есть подлокотник пробег 134 тысячи по аукционному листу пробег совпадает было в коца на правое переднее крыло 1 миллион двести тысяч мазда кэррол выпускаются 2015 года объем двигателя 07 литра есть передний привод есть 4 в.д. мощность двигателей от 49 до 52 лошадиных сил топливный бак всего 27 литров расход топлива всего 3-4 литра на 100 километров трансмиссия вариатор или простая механика клиренс 155 миллиметров мне кажется это идеальные данные для такого небольшого хэтчбека хэтчбека конечно это наверно круто было сказано для такого все таки кара карл то же самое что и альта 2016 год 308 385 тысяч это один из самых дешевых кейкаров на зимней резине внешний вид ну выделяться особо если честно не чем такая вот антенка идет еще по старинке сзади простая лавочка сплошной пластик но очень много места сзади очень подстаканник а два для задних пассажиров два для передних пассажиров представляете даже есть подогрев сидушки крутилки варик ну на самом деле довольно надежный за свои деньги и вниз модель от suzuki тоже не так давно появились данные модели на авторынке объем двигателя 1 и 2 литра гибрид коробка передач вариатор бак на 30 на 30 литров клиренс 180 миллиметров неплохо привод передний и 4 воды гибрид здесь называют мягким то есть это не полноценный гибрид на двигателе установлен стартер генератор мощность всего 2 и 3 киловатта он как бы немного помогает подзаряжает батарею ну и помогает при разгоне то есть полноценным гибридом автомобиль к сожалению назвать нельзя но поверьте он выделяется из потока своим внешним видом к сожалению автомобиль закрыт внутри посмотреть его не получится но оснащается именно внутренней начинкой он тоже довольно неплохо так филбер десятый год сколько вы сказали стоит 725 тысяч вот он тоже немного такой в снегу ну сейчас не про это видео не штатное но литье зимняя резина неплохая комплектация у него очень хорошая g-edition рейлинги отличаются они он на климате 4вд автомобиль но этот автомобиль закрытых ладно открывать мы его не будем это ребят реально тот автомобиль на которую вы сели и вообще не паритесь то что вам что-то когда-либо поломается принципе все такие автомобили японские меняйте во время масла фильтра лейте качественный бензин качественное масло и все будет отлично согласитесь достойный внешний вид автомобиля сонары фары линзы резина лето лобовое стекло родное так комплектация по моему камер кругового обзора есть посмотрим повнимательный бесключевой доступ автомобиль только приехал все стоилость автомобиля узнаем закрытым до так ну значит вернемся к нему так вот нам ноут открыли сейчас перчатки оденем у нас вошел снег как и обещали видео в том состоянии приходят автомобиля сейчас его почистят приведут в порядок будет весь блестеть тоже интересного плана сидения цвета интересного плана руль посмотрите как он выглядит корректор фар антибукс датчик при столкновении интересная ручка переключения передач хотя здесь что только парковочка на парковочку нажал автомобиль встал на парковку дэшка эрка все больше ничего не нужно климат-контроль сзади тоже неплохо место по объему так как все можно можно закрыть и смотрите багажное отделение тоже автомобиль небольшой хатчбэк но она довольно объемная согласитесь задний ряд сидений он складывается смотри как по соотношения да вот левое сиденье она пошире чем правая рычаг потянули она сложилась вообще nissan ноут это такая модель вы можете приобрести себе довольно свежий год небольшой пробег хорошей комплектации за небольшие деньги я не говорю что он стоит там копейку небольшие деньги по соотношению авторынка зеленый угол а сколько он стоит вот этот автомобиль стоит 860 тысяч 2015 год 400 я так понимаю 10 тысяч рублей nissan moco тоже такой смешноватый внешний вид смешные туманки если честно смешные фары квадратники внешний вид литье летняя резина есть повторители салон не нравится крыта вроде открывали странно будем знать хотя бы характеристики и стоимость автомобиля ребята общем автомобили позакрывали пошел снег долго ходим снимаем пятнадцатый год хана 485 тысяч многие выбирают что взять либо паса либо виц этот этот автомобиль достойный хорошие надежные как его всех летит хороший бензин качественное масло и они вас не подведут так вы раз автомобили по закрывали давайте просто походим посмотрим цены же поменьше будем рассказывать что у нас здесь есть стоит honda n wagon 2015 год 4вд 465 тысяч кстати буквально вчера кто-то звонил интересовался 4 воды кикар найти очень сложно закрыто 2015 год климат-контроль 405 тысяч дезик пятнадцатый год 395 тысяч еще один посмотрите вот давайте вот так же вот это митсубиси яка вагон вот это nissan days набили они одинаковые вот этот стоит 395 тысяч еще один кикар здесь цена к сожалению не указаны популярность автомобиль становится он таким да в принципе он всегда таким был сейчас уже повезут скажем так массово танк subaru justy the hot store 17 год литровый 640 тысяч он стоит ну тоже очень много комплектаций есть turbo есть нет turbo версии объем двигателей один литр mazda cx3 довольно неплохой автомобиль но у нас не не пользуется популярность так ребят что-то снег усиливается у нас каток в городе после позавчерашнего дождя со снегом наверное сегодня будем закругляться чтобы спокойно доехать до дома всем спасибо кто досмотрел до конца не забывайте подписываться ну и по стоимости этого этого не увидел 116 год 1 миллион 140 тысяч а